27 марта 1999 года. С американской военной авиабазы «Авиана» поднялся в воздух суперсовременный самолет-невидимка F-117. Невидимый для радаров самолет ночной «Ястреб» мог нанести по противнику разрушительный удар высокоточным оружием, находясь за сотни километров. Еще никому не удавалось сбить этот самолет в воздушном бою. Сигнал бортового компьютера об атаке неизвестного истребителя прозвучал словно гром среди ясного неба. Последнее, что увидел пилот перед катапультированием, хищный профиль МиГ-29. Сразу после окончания войны в Югославии американские военные запросили огромное ассигнование для создания новых самолетов. Выступая перед Сенатом, командующий ВВС США признал, что по своим летным характеристикам современные американские истребители значительно уступают российскому МиГ-29. И никакая электроника не может компенсировать этот недостаток в реальном бою. Российский истребитель летает так, словно над ним не властны законы притяжения. За свою маневренность МиГ-29 на Западе получил прозвище «Фалкрум» – точка опоры. И сегодня мы впервые расскажем историю о том, как создавался этот уникальный истребитель. Рожденный побеждать 1965 год. Советский Союз сделал очередной шаг в освоении космического пространства. Алексей Леонов первым вышел в открытый космос. В то же время советская пресса писала о начале американских бомбежек северного Вьетнама. Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыбин выступил с резким заявлением о готовности Советского Союза оказать Северному Вьетнаму военно-техническую помощь. Уже в апреле 1966 года на вооружение Северо-Вьетнамской армии поступили советские истребители МиГ-21. Главными их противниками были новейшие американские истребители «Фантом-2». Оба самолета отражали концепцию, по которой воздушные схватки представлялись в виде одноразовой ракетной атаки. Маневренный ближний бой был признан пережитком прошлого. С истребителей даже сняли пушки. Какой-то там воздушный бой. Вот увидели на локаторе нам цель, пустили и закончили. Зачем воздушный бой, когда такая совершенная ракета, когда такое совершенно электронное оборудование. «Фантом» имел более совершенный радиолокатор и ракеты, но МиГ-21 был легче и маневреннее. И неожиданно это оказалось решающим преимуществом. С мая по декабрь 1966 года потери американцев составили 47 сбитых самолетов против 12 вьетнамских. Американцы отреагировали немедленно. 27 ноября 1969 года. Москва председателю КГБ СССР секретна. Министерство обороны США утвердило тактико-технические требования к новым перспективным истребителям F-15 и F-16. Особое внимание будет обращено на повышение маневренных характеристик. Предполагается, что новые истребители получат абсолютное превосходство над всеми существующими моделями советской авиационной техники. Советский Союз оказался не готов к столь быстрому появлению нового поколения истребителей. Только-только был создан МиГ-23, но его характеристики сильно уступали новым американским самолетам. В подготовке советских летчиков к этому времени практически исчезли понятия пилотаж и ближний маневренный бой. Говорили, слушай, а зачем нужен вообще пилотаж-то? Зачем он? Кому нужен? Кому нужны эти петли? Кому нужны эти перевороты? А уж начальство вообще просто вздыхало от радости. Ой, Господи, наконец-то закончим с этим пилотажем. Так и сразу меньше будут, как говорится, нарушений, приключений различных. И самое главное, аварии и катастроф. Вот, не понимая тем самым, что пилотажная подготовка – это тот самый мощный фундамент, на котором жиждется вообще вся летная подготовка летчиков. МиГ-23 был создан без учета опыта Вьетнамской войны. Поэтому необходима была корректировка концепции истребителей. В 1972 году постановлением правительства СССР конструкторскому бюро имени Микояна было поручено проектирование легкого фронтового истребителя нового поколения. Самолет получил обозначение МиГ-29. К нему военные предъявили жесткое требование – обеспечить высокую скорость, но при этом добиться маневренности спортивного самолета. Ни одна из существовавших аэродинамических схем для решения этой задачи не подходила. На помощь конструкторам пришли ученые из Центрального аэрогидродинамического института. Мы поняли, что есть другой путь. Есть другой путь. И этот путь открыли его совершенно, так сказать, новой, оригинальной. Георгий Бюшгинс к моменту создания МиГ-29 видный сотрудник ЦАГИ был уже известным ученым в области динамики полета. Занимаясь исследованием устойчивости и управляемости самолета при дозвуковых и сверхзвуковых скоростях, он обнаружил явления, которые просмотрели американские ученые и конструкторы при создании своих самолетов нового поколения. Если создать острый наплыв вот здесь, то можно на крыле вот здесь вот индуцировать вихрь мощный. А этот вихрь, как вот этот самый торнадо, знаете, в нем огромное разрежение возникает. И это вот разрежение на верхней поверхности крыла, естественно, резко увеличивает подъемную силу. Однако для реализации задач, поставленных военными, этого было недостаточно. Ученые вместе с конструкторами провели тысячи опытов, пробуя различные варианты, и, наконец, нужное решение было найдено. На самолете МиГ-29 нет понятия фюзеляжа, есть понятие корпуса. И в создании подъемной силы принимает участие весь самолет. Аркадию Борисовичу, в качестве ведущего инженера, довелось участвовать в работе над МиГ-29 буквально с первых дней. Вся его жизнь связана с ОКБ МиГ. Здесь работал его отец. Даже имя Аркадий было связано конструкторским бюро. Первый летчик фирмы МиГ был Аркадий Екатов. Это был приятель моего отца. И когда меня, значит, записывали, как в книге записи, как меня назвать, меня не ввезли Мишкой, а привезли Аркадием. Значит, он встретил по дороге Аркадия Екатова. Он говорит, да что ты, красивое имя, назови в честь меня. Молодой инженер Аркадий Слободской не мог даже представить, что когда-нибудь сам станет главным конструктором МиГ-29. Тогда он был просто влюблен в новый самолет. В 1974 году, когда происходило утверждение эскизного проекта, самолет поразил всех своей гармоничностью и красотой. Хорошо летает только красивый самолет. Это кредо нашей фирмы. К середине 70-х советская промышленность оказалась не готова обеспечить небольшой самолет оборудованием необходимого веса и размера. Три года конструкторам пришлось преодолевать многочисленные проблемы размещения громоздких узлов и агрегатов. Созданием маленького самолета, истребителем маленького размера, значит, пустым весом порядка 11 тонн. И это очень сложная инженерная задача. И такие инженерные задачи маленьких самолетов решают несколько только КБ в мире. В августе 1977 года первый опытный МиГ-29 в обстановке полной секретности перевезли на аэродром летно-испытательного института в городе Жуковске. Новый советский истребитель чрезвычайно интересовал западных военных. Ведь именно с ним, возможно, предстояло сразиться в будущем. 20 августа 1977 года. Вашингтон, Министерство обороны США, командующему ВВС, совершенно секретно. Разведывательным спутником обнаружен неопознанный летательный аппарат. Объекту присвоено обозначение РАМ-Л. Несмотря на полученную информацию, внешний вид нового самолета продолжал оставаться для американцев загадкой. Город Жуковский был настолько засекречен, что на американских картах его просто не было. Поэтому и аэродром возле него назывался по ближайшему крупному населенному пункту – Раменское. Отсюда и первые три буквы в названии неизвестного самолета – РАМ. О пролетах американских спутников в Советском Союзе, конечно же, знали и приняли все необходимые меры. На МиГ-29 надевали фальшивый нос и воздухозаборники. В результате советским спецслужбам удалось настолько запутать западную разведку, что когда та получила первые четкие снимки МиГ-29, то приняла его за совершенно новый самолет русских. Утром 10 октября 1977 года на аэродром в Жуковском вывезли самолет необычной формы с бортовым номером 01. В 11 часов шеф-пилот ОКБ МиГ Александр Федотов впервые поднял МиГ-29 в воздух. Первый полет длился около 20 минут, но радости участников этого исторического события не было предела. А вечером на излучине реки Москва-реки, прям которая примыкает к аэродрому Жуковской, мы устроили так называемый пикник. На пикниках стоял большой-большой многоверный самовар, в котором была налита массандр, так называемая, это помесь спирта с дистиллированной водой. Значит, построили весь экипаж, поблагодарили за работу, колоссальная была работа. Вот, это незабываемая минута. Во время летных испытаний больше всего проблем доставляли двигатели. Их разрабатывали на Ленинградском государственном машиностроительном заводе имени Климова под руководством генерального конструктора Сергея Изотова. Великолепнейшие два двигателя, но у них была тяжелая судьба. Прежде чем они так зарекомендовали себя, как один из самых надежнейших двигателей в мире... 15 июня 1978 года, во время испытательного полета МиГ-29, на одном из двигателей неожиданно упало давление масла. Через несколько секунд сработала сигнализация, сообщая о пожаре в двигателе. А затем в одном из важнейших узлов – коробке самолетных агрегатов. В этот момент, так, я чувствую, у меня самолет пошел так вот на кабрирование, я ручку отдал от себя, но вот он не слушается, явно потерял управление. Я понял, что надо, как говорится, выходить из кабинета. На экране локатора ты видишь точку самолета, и вдруг у тебя пропадает связь с летчиком, пропадает точка на экране. Вы представляете состояние? Сильным ветром летчика понесло прямо на высоковольтную линию. Только каким-то чудом ему удалось приземлиться буквально в двух метрах от нее. Проблемы с двигателями и задержки с созданием бортового оборудования отодвинули сроки приемки самолета на вооружение. Впервые за всю историю Холодной войны Советский Союз отстал в создании современных истребителей. 6 января 1979 года. Москва, Совет министров СССР, председателю комиссии по военно-промышленным вопросам при Совете министров СССР. Секретно. На вооружение стран НАТО начали поступать новые истребители F-16. К концу года их численность вместе с самолетами ВВС США, дислоцированными в Европе, превысит тысячу машин. В 1983 год президент Рональд Рейган, сторонник жесткой политики по отношению к Советскому Союзу, призывает повысить боеготовность вооруженных сил НАТО в Европе. Начались регулярные облеты границ стран Варшавского договора. НАТОвские летчики на F-16 легко уходили от устаревших советских МиГ-21 и МиГ-23. В конце того же 83-го года МиГ-29 был принят на вооружение и начал поступать в войска. Новый истребитель поразил военных летчиков мощным комплексом вооружения и потрясающей управляемостью. Новый истребитель поразил вооружение в Европе. Я летал всего на трех типах, но по сравнению с этими тремя типами, тут даже нет слов, это просто БМВ. В первую очередь МиГ-29 поступил в подразделения ВВС и ПВО, находившиеся в непосредственной близости от стран НАТО. Одновременно с советскими войсками самолет был принят на вооружение всеми странами Варшавского договора. Основной задачей нового истребителя являлось завоевание господства в воздухе непосредственно над линией боевого соприкосновения. Предполагалось, что наземные радиолокационные станции будут обнаруживать воздушные цели на расстоянии около 250 километров. В течение восьми минут с аэродромов, расположенных в 100-километровой зоне, должны были взлетать МиГ-29. Их наведение на цель производилось из командного пункта. МиГ-29, если так образно говорить, это лишь наконечник копья, который может нанести удар. А древко – это система управления, система связи, система оповещения, система обнаружения. МиГ-29 мог решать задачи нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе тактическим ядерным оружием. Однако эти функции рассматривались лишь как вспомогательные. Весь основной комплекс вооружения был направлен на ведение эффективного воздушного боя. МиГ-29 мог нести две ракеты средней дальности, но его стихией был ближний бой. Равному самолету МиГ-29 ближнего маневрного боя нет. Если ты попал в такое положение в отношении к самолету МиГ-29, что это уже ближний маневрный маневрный бой, считай, что ты погиб. Главным оружием МиГ-29 на коротких дистанциях стала ракета Р-73. Созданная в начале 80-х, она до сих пор считается лучшей в мире. Кроме того, в левом наплыве крыла располагалась мощная 30-мм пушка. Всего за 6 секунд она могла выстрелить все свои 150 снарядов. Применение современного прицельного комплекса позволяло добиться высокой точности наведения пушечного вооружения. Размещение на самолете столь мощного вооружения не ухудшило его летные качества. Вы можете пустить любую ракету, стрелять из пушки, но в любом режиме работы двигателя нет ограничений. Система управления вооружением МиГ-29 представляла собой принципиально новое поколение высокоинтеллектуальной электроники. Радиолокационный прицельный комплекс позволял сопровождать несколько целей и автоматически выбирать наиболее опасную. На МиГ-29 установили оптико-квантовую локационную станцию, которая с помощью теплопеленгатора и лазерного длинномера способна обнаруживать цели и наводить ракеты в зоне видимости. В отличие от радиолокатора, она не давала облучения, что сделало возможным скрытное сопровождение цели. Ничего подобного на американских самолетах не было. Прицельный комплекс ближнего боя был впервые в мире дополнен нашлемной системой целеуказания, которая позволяла наводить ракеты поворотом головы летчика. И дальше мне только лишь нажать боевую кнопку, так и, как говорится, приедет, ракета пошла. А ракета, надо сказать, ближнего боя, так, у нас, я думаю, что значительно лучше, чем у наших западных оппонентов. Конструкторы уделили много внимания созданию кабины и приборного оборудования. Основная прицельно-навигационная информация проецировалась на лобовое стекло. До мелочей было продумано расположение основных органов управления и переключателей систем самолета. Впервые на советских самолетах появился телевизионный дисплей. Хотя органов управления вооружением достаточно много, но при выполнении определенной боевой задачи, они установляются один раз, ну, практически на земле, в нужные положения. И в полете все необходимые органы располагаются под рукой. Количество информации, которое обрушивал на летчика новый истребитель, было огромным. Поэтому большую часть задач по контролю за состоянием самолетных систем было передано электронной вычислительной машине. Чтобы летчик еще меньше отвлекался от пилотирования, ЭВМ снабдили блоком речевой информации. Над тем, каким должен быть голос, выдающий летчику советы и предупреждения, специалисты долго ломали голову. Сначала его хотели сделать мужским, с командирскими нотками. Но оказалось, что он подавляет инициативу. Смысл подсказок заключался в том, чтобы донести до летчика нужную информацию, при этом не отвлекать его от выполнения боевого задания. В конце концов остановились на женском голосе со спокойными интонациями. Ведь мужчинам не привыкать слушать женщину в полуха. Заочную собеседницу летчики тут же окрестили Наташей. Порой между ней и пилотами происходили почти задушевные беседы. Но на первых порах голос компьютера часто запутывал летчиков. Особенно в тех случаях, когда они действовали нестандартно. Иногда это даже приводило к аварии. Высота опасная. Выпусти шасси. Выпусти шасси. Перегрев правого двигателя. Она ему опять. Выпусти шасси. Выпусти шасси. А он уже задерганный. Я уже сделал это действие. То есть у него в голове отложилось, что он сделал это действие. И в результате бывают случаи, когда садятся с убранными колесами. Новый советский самолет поставлялся не только в страны социалистического лагеря. В 1985 году МиГ-29 поступил на вооружение Индии и ряда арабских стран. К концу 80-х годов самолет поставлялся в более чем 20 стран. В 1988 году, когда отношения Советского Союза и западных стран потеплели, было принято решение показать МиГ-29 на международном авиасалоне в английском городе Фарнборо. Мы начали уже делать эти вот фигуры, типа колоколы, повороты на горке, так и еще другие, там, кобры там на вираже, вот делать, уже к боевому применению. И я высказал шальную мысль. Причем этого мыслят мне, так сказать, еще утвердил Валера Уткин, ведущий инженер. Он говорит, тезка, а может быть мы задвинем эту фигуру, говорит, вот Фарнборо. Идея показалась опасной. На карту был поставлен не только престиж КБ, но и страна. Еще никогда боевые советские самолеты не демонстрировались на Западе. Генеральный конструктор Ростислав Беляков решил не рисковать. Однако ставший к тому времени шеф-пилотом КБ Меницкий был убежден, летчики способны сделать колокол над Фарнборо. Я говорю, если уже делать, то сразу начинается нокаут. Или хотя бы нокдаун. В конце концов, Дова-Доминицкого, а главные результаты полетов, убедили Ростислава Белякова дать добро. В январе 1988 года советская делегация прибыла в Англию. То, что происходило дальше, на Западе назвали украденной выставкой. Все внимание прессы и авиационных специалистов было приковано к МиГ-29. За полетами советского МиГа пристально наблюдали западные военные. Помимо летных свойств, их интересовало бортовое оборудование и вооружение нового самолета. 18 мая 1989 года на аэродроме Михацхакая в Грузии летчик Александр Зуев под предлогом рождения сына угостил персонал базы тортом, начиненным снотворным. Когда все заснули, он ранил часового охранявшего стоянку самолета. Через 15 минут МиГ-29, мечта западных разведок, приземлился в Турции. МиГ-29, который создавали мы всей страной. Вот он взял этот кусочек и отдал его. Тем самым это плата за то, чтобы красиво пожить. Вот и все. Он сдал. Он сдал часть своей страны. Специалистам из ВВС США так и не удалось осмотреть угнанный МиГ. Турецкое правительство, опасаясь осложнений, уже на следующий день передало самолет советским представителям. 1989 год. Бонн. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Горбачев и канцлер ФРГ Коль подписали договор, в котором всем европейским государствам предоставлялось право самостоятельно определять политическую систему. Фактически это означало конец существования социалистического лагеря. Спустя несколько недель рухнула Берлинская стена и началось объединение Германии. В 1991 году два МиГа из бывшей ГДР были перевезены в США для оценочных испытаний. Одновременно во Франции на полигоне НАТО несколько МиГов прошли испытания на боевое применение. Для западных ВВС стало шоком, что из 50 поединков с МиГ-29, Ф-16 сумел выиграть только в одном. Они себя там зарекомендовали, конечно, наилучшим образом. По совокупным факторам, так как это и результаты ведения воздушных боев с самыми современными к тому времени, F-15 и F-16, всегда складывались в пользу МиГ-29. 20 августа 1992 года. Министерство обороны США. Начальнику штаба ВВС США. МиГ-29 обладает уникальной для боевых самолетов маневренностью системой управления оружием, что дает явные преимущества перед F-15 и F-16 в ближнем воздушном бою. Фактически самолет является представителем нового поколения боевых машин. Репутация МиГ-29 оказалась столь высока, что с мая 1995 года несколько самолетов стали на боевое дежурство в составе сил быстрого реагирования НАТО. МиГ-29 принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах и успел показать себя как один из самых лучших самолетов конца 20 века. Так в первые же дни операции «Союзническая сила» Югославский МиГ-29 при десятикратном превосходстве противника сумели сбить несколько самолетов войск НАТО. Я вообще удивлялся, что еще эти самолеты взлетали и что-то там выполняли. И смогли сбить несколько F-16, F-18, там «Миражей» и даже F-117. 6 октября 2002 года российская самолетостроительная корпорация МиГ торжественно отметила 25-летие первого полета МиГ-29. В 21 веке он приобрел новые качества. Сегодня это всепогодный многофункциональный истребитель, способный не только завоевывать господство в воздухе, но и решать ударно-штурмовые задачи. В нем были воплощены лучшие достижения тогдашней в области аэродинамики, прочности конструкции. И эти достижения или эти идеи за это время не устарели. Они позволяют самолет очень эффективно эксплуатировать и сейчас. Новые модифицированные МиГ-29 получили возможность дозаправки в воздухе. Серьезно изменился комплекс бортового оборудования. Создан вариант, оснащенный двигателями с изменяемым вектором тяги. По оценкам западных специалистов, современный МиГ-29 повысил свою боевую эффективность в 3,5 раза. Однажды генерального конструктора ОКБ МиГ Ростислава Белякова спросили, что удерживает самолет в воздухе при выполнении фантастического пилотажа. Он ответил, сотни тысяч рук людей, которые его создавали. МиГ-29 в прямом смысле слова опередил свое время. Он оказался единственным самолетом в своем классе, который практически без изменений перешел в следующее, пятое поколение истребителей. Советским конструкторам действительно удалось найти надежную точку опоры, чтобы оказаться на вершине мирового самолетостроения и в 21 веке. Редактор субтитров А.Семкин